Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я с семьёй переехал в родительский дом ухаживать за отцом, которому 85 лет. Он пьёт при любом удобном случае, огрызается, не моется, запах ужасный, страдают дети, муж от этого. Никакие уговоры не действуют, настроение упадническое, мы бросили жизнь в городе и приехали в деревню, где нет работы. Тут отец никак не реагирует на наше увешивание, что ему можно посоветовать в этой ситуации. Смотрите. История здесь заключается в том, что вы приехали не для того, чтобы помогать отцу, судя по вашему описанию, а приехали вы для того, чтобы его поменять. Чтобы его переделать. И вот это, по-залу, является ключевым моментом. То, что больше всего вас тревожит то, что он не меняется, несмотря на то, что вы как-то, ну, пытаетесь его поменять. Это очень важный момент, потому что, если вы внимательно обратите, если вы обратите своё внимание на цель, да, свою, вот, на, ну, на направленность, свою, вот, то вы увидите, в чём дело. Вот, то есть вы увидите, что дело именно в том, что он не меняется, вот, так, как вы хотите. Вот, и получается, что вы не столько хотели ему помочь, да, сколько хотели, чтобы он, ну, как-то изменился, вот, под вашим, например, влиянием, скажем так. Он этого не сделал, и вам из-за этого плохо, вот, то есть вы вроде как, вроде как, ну, вроде как, значит, пожертвовали своей жизнью. Ради него, но не ради него, а ради того, чтобы он изменился, вот, а он меняться особо не хочет, вот, ну, потому что его в этом смысле вот всё устраивает, да, ему в этом смысле всё нравится, и зачем что-то меняется, вот, так что здесь вопрос ваших ожиданий, в первую очередь, и именно с ожиданиями в первую очередь нужно работать. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент того, какая у вас мотивация, то есть если сейчас мы говорим об объективной мотивации, то есть мотивации, направленной, условно говоря, на объект, то есть в данном случае объектом является ваш отец, то что с субъективной мотивацией, то есть мотивация ваша, я для чего это делаю, вот, зачем я это делаю, да, то есть, ну вот, я, получается, не только сама решила, допустим, помогать отцу, но я привезла свою семью, да, своих детей, своего мужа, ну вот, и они, значит, сталкиваются с проблемами, да, они, они, значит, сталкиваются с опытом взаимодействия, значит, с человеком, который, ну, чисто адъективен, не является, там, ну, не знаю, не знаю, самым приятным, да, то есть это вот, человек, который, ну, может как-то вот вызывать неприятность, да, то есть, например, у вашего мужа, что естественно, у ваших детей, что естественно, вот, так зачем вы это делаете, вот, то есть вы это делаете из какого чувства, из чувства вины перед ним, из чувства, там, я не знаю, жалости, то есть, ну, вам его жалят, вот, или есть еще какой-то, какой-то момент, да, на который, вот, вам, как бы, нужно обращать, получать свое внимание, вот, то есть, тут такой момент, на мой взгляд, момент это достаточно важно, потому что, если вы, условно говоря, помогаете человеку из чувства вины, то это, вот, далеко, далеко не самый лучший мотиватор, вот, почему? Потому что здесь чувство вины предполагает долг, вот, то есть я, я ему должна, как бы, как бы, говорите вы, вот, а когда человек должен, он, в общем-то, не свободен выбирать свою модель поведения, не свободен ее, как-то, ну, корректировать, да, если ему хочется, как-то вот ее менять, опять же, если ему хочется, вот, и само собой, что, вот, вы чувствуете, чувствуете себя привязанным, то есть, почему-то, почему-то, вот, выбор своего папы, да, вы не принимаете почему-то, вот, то есть, в этом смысле, в этом смысле, вам, как раз-таки, можно было бы поучиться у вашего отца тому, как, как выбирают, как определяют свою жизнь, вот, то есть ваш отец, он живет, ну, может быть, может быть, не самым лучшим образом, то есть, ну, понятно, что довольно легко его как-то, ну, усидеть, да, довольно легко, как это сказать, ну, ну, так, так вот, чисто, объективно, объективно, да, довольно легко сказать, сказать, что, ну, то, как он делает, то, как он поступает, это нехорошо, вот, довольно легко так сказать, довольно легко так сделать, вот, но у него есть выбор, судя по всему, он выбирает, так жить, его все устраивает, и менять человека абсолютно бессмысленно, вот, то есть, вам нужно увидеть, что менять человека хотите, вот, судя по всему, только вы, вот, то есть, вы к нему приехали, и вам нужно, чтобы он поменялся, вот, потому что вам плохо, вам плохо, например. Это, 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 это довольно странная помощь, эээ, на мой взгляд, эээ, я приезжаю к тебе и говорю тебе, как тебе жить, чтобы я тебе помог, вот, на мой взгляд это несколько странно, эээ, стратегия, которая, ну, предполагает какую-то, какой-то, эээ, ну, какое-то такое, эээ, взаимное, что ли, эээ, взаимное, эээ, взаимное, эээ, взаимное, с собой, с собой, вот, на мой взгляд эта позиция, да, она взывает только, эээ, еще больше какое-то отстранение, отдаление, вот, людей, которые, допустим, хотят помочь, потому что человек чувствует себя должным, чувствует себя обязанным, а это нравится далеко не всем, вот, это очень важно понимать, очень важно понимать этот, этот момент, вот, поэтому, собственно, хочется, эээ, задать вам такой вопрос, да, вопрос, а просил ли о помощи вас об этом, вот, и если не просил, то получается, что это ваша инициатива, эээ, ему помочь, эээ, и получается, что вы находитесь в, эээ, эээ, более, проигрышной ситуации, потому что, отец вас, эээ, не просил, эээ, ну, помо, помо, помогать, вот, а вы, все равно решили помочь, вот, то есть, как будто бы, как будто бы, это нужно больше вам, а не ему, вот, поэтому задайте себе по возможности такой вопрос, такой вопрос, да, вот, вот, это кому надо больше, кому нужно больше, кому нужно больше, кому нужно больше, ну, помочь, эээ, вам, или папе, ну, вот, так вот, честно, если, спросите, да, себя, кому, кому, кому больше нужно, помочь, вот, я думаю, что, если вы честно, если вы честно, ответите себе на этот вопрос, вот, именно честно, я думаю, что все станет ясно, в следующий момент, вы просите совет, вы говорите, что можно посоветовать, эээ, ничего, эээ, не дают психологи советов, вот, эээ, мы не занимаемся, ээээ, ну, советами, в этом смысле, мы помогаем, точнее, эээ, можем, можем помочь, эээ, вам, вот, как-то, разобраться, в эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В вашей семье, например, с кризисной ситуацией, если она у вас есть, да, это можно сделать. То есть как-то вот помочь вам отделить одно от другого, например, да, чтобы вы как-то увидели, к примеру, свои приоритеты, да. Чтобы вы увидели то, что вам важно, что вам нужно, вот это сделать мой. А совет, совет, давайте это немножко не про нас. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, чтобы позволить вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...